Этот закон давно обсуждался в правительствах Москвы и области. Ключевым событием для его появления стала встреча мэра города Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Уководители двух субъектов договорились о том, что теперь для всех пенсионеров, как города Москвы, так и Московской области, проезд на пригородных поездах, ну то есть на электричках, с 1 августа станет бесплатным. Станция Расторгуева без преувеличения – ключевой транспортный узел Ленинского района. Ежедневно ей пользуются тысячи жителей муниципалитета. Электричка, безусловно, самый удобный способ добраться до центра Москвы. До станции Расторгуева идет множество городских маршрутов. Это очень удобно именно для пожилых людей. Меньше месяца осталось до того момента, когда пенсионеры и ряд льготных категорий граждан смогут ездить на подмосковных электричках бесплатно. В связи с принятием закона губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, поездки из Подмосковья в Москву и наоборот из столицы в область на дачу к родственникам и друзьям к местам лечения и отдыха важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта. Только в Ленинском районе эта льгота распространится на более чем 13,5 тысяч человек, которые входят в льготные категории. Очень хорошо. Великолепно. Давно так надо было сделать. У нас же один регион, нам и должно быть одинаково. Мы все в Москве работали. В общем-то, то, что живем в разных местах, это все такое дело относительно. Я и так ветеран труда, поэтому я езжу бесплатно. Но я думаю, и всем остальным будет хорошо. Только сейчас в автобусе обсуждали эту тему, что рады. Давно надо было везти. В настоящий момент в Ленинском управлении социальной защиты населения составляются и проверяются списки льготников. А самим гражданам никаких дополнительных действий предпринимать не требуется. Специально идти и обновлять социальные карты тоже не нужно. То есть автоматически мы это приложение транспортное добавим на социальную карту. Данные будут переданы в кассы пригородные. И там просто по вот этой нашей социальной карте жителей Московской области граждане смогут получать бесплатный проезд на электричках. Кроме пенсионеров, воспользоваться этой льготой смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей, обучающиеся до 23 лет, и один из родителей, опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту. Также воспользоваться льготой смогут родители или другие законные представители детей-инвалидов, один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование, вплоть до достижения им 23 лет. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.